Всем привет! Сегодня у нас распаковка очередных интересных товаров. И сегодня мы будем смотреть новейший телефон 2024 года от компании OQ-TEL. Итак, достаем упаковочку и посмотрим, что на ней изображено. Вверху у нас название компании OQ-TEL и внизу у нас модель этого телефона P1. Сама упаковка выглядит престижно. Полностью глянцевое покрытие и в верхнем правом углу у нас написаны характеристики, которые касаются памяти телефона. Внутри у нас ждет 256 ГБ и плюс оперативной памяти 8 ГБ, которые расширяются еще плюс 16. То есть в итоге мы получаем 24 ГБ памяти. В общем ничего лишнего, упаковочки ставим плюс. Итак, давайте открывать, посмотрим, что в середине, какая комплектация. Конечно же посмотрим сам телефон и все, что к нему прилагается. Итак, сверху у нас расположен сам телефон, он запакованный в специально защитную бумагу и посередине надпись OQ-TEL. Давайте телефончик пока уберем, положим в сторону, посмотрим полностью весь комплект и потом в самом конце посмотрим телефон. Итак, смотрим, открываем и здесь у нас сразу же еще дополнительный пакетик. Сейчас посмотрим, что здесь у нас есть. Как мы видим, здесь нам положили новенькое стекло. Это огромный плюс, чтобы мы не покупали дополнительно и была хоть какая-то защита на телефон. Дальше у нас фирменный чехол, очень интересно сделанный, очень плотный, но гнется. Скорее всего это поликарбонат или же специальный пластик. В общем, очень интересно сделано, потом примерим, как он будет смотреться. Для поклейки стекла нам положили также набор из двух салфеток. Одна у нас влажная, вторая сухая. Скрепка для открытия лотка SIM-карты. Кучу разных вкладышей инструкции, гарантийные эталоны. Сама инструкция. Я думаю, что мало кто будет читать ее, но все-таки есть. Блок питания для зарядки телефона. Сейчас посмотрим его ватность. Полтора ампера, 18 ватт. Это обычная быстрая зарядка. И в комплекте кабель двухсторонний Type-C. То есть не USB Type-C, а с двух сторон Type-C. Кстати, очень интересное и необычное решение. Мало где встречал такие комплекты. Вот смотрите, на самом блоке питания у вас штекер идет как Type-C. Ну и с другой стороны тоже Type-C. И в принципе больше ничего нет, упаковка пустая. И давайте достанем сам телефон, посмотрим как он выглядит. Сверху у нас наклеена защитная заводская пленка OQ-TEL P1. И нарисованы некоторые характеристики, которые помогают разобраться. В данном случае здесь показанный лоток сим-карты, что он идет гибридный и имеет двухстороннее расположение. То есть с одной стороны вы можете положить одну сим-карту, а с другой стороны сим-карту или же флешку до 1 терабайта. В общем, потом мы все это посмотрим. Телефончик смотрится классно, в руке лежит удобно. Задняя сторона у нас с матовой поверхностью и отпечатки пальцев собирать не будет. Давайте на него наденем фирменный чехол и посмотрим, как он будет смотреться в интересном чехле. Вот такое интересное решение. Ничего лишнего. То есть задняя сторона у нас защищенная. Боковые стороны, все углы защищенные. В общем, смотрится отлично и довольно практично. И вот так выглядит комплектное стекло. Хотя, скорее всего, у нас наклеена еще дополнительная пленка. Сейчас мы это, конечно же, перепроверим. Давайте будем снимать защитную пленку заводскую. И вот смотрите, да, то, что я и говорил. Из завода у нас поклеена еще дополнительная пленка. То есть клеить сейчас стекло нету никакого смысла. Можно поносить пока просто с пленкой. Несколько месяцев, пока она не израсходуется. Ну и потом самостоятельно поклеить стекло. Итак, давайте сделаем первый запуск. Посмотрим на сам экранчик. Посмотрим характеристики, что он умеет. Понагружаем его игрушками. Посмотрим автономность и производительность. Итак, первый запуск телефона я уже совершил. Смотрите, что хотелось бы сразу же показать. Чтобы у вас не возникало вопросов. На задней стороне внизу у нас находится лоток для сим-карты. Вот он. Здесь у нас микрофон. Гнездо для зарядки USB Type-C. Ну и один динамик. Вот, очень важно, смотрите. Чтобы открыть лоток, то отверстие, которое открывает лоток, находится на самом лотке. А вот немножко сбоку это сам микрофон. Потому внимательно смотрите, чтобы не перепутать и не залезть туда, куда не нужно. Вот, смотрите. Вот таким образом у нас открывается лоток. И он очень интересно выглядит. То, что у нас было нарисовано. Вот, смотрите. Здесь можно вставлять одну сим-карту, как здесь нарисовано. А вот на второй стороне, вот, здесь можно также вставлять одну сим-карту. То есть будет как бы две сим-карты. Или же можно поставить одну сим-карту и микро-сиди флешку. Очень интересное решение, мало где встречал. В общем, не почитав, можно и не разобраться. Что касательно остальных приборных элементов, то смотрите. С правой стороны у нас расположена кнопка питания. Качелька громкости плюс-минус. Сверху у нас уже ничего нету. Просто гладкая поверхность. На левой стороне тоже абсолютно ничего нету. Полностью гладкая поверхность. Спереди фронтальная камера. Сканер отпечатка пальцев встроенный внизу в экран. И на задней стороне у нас расположение трех камер. Кстати, напишите в комментариях, на какую модель телефона похоже это расположение камер. То есть, как вы сейчас видите. Я думаю, что нетрудно догадаться, если не учитывать название OQ-TEL. Ну, в принципе, когда вы будете держать телефон вот таким образом, то его абсолютно не будет видно. И телефон будет похожий на очень популярную фирму. Я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. Сами камеры, они немножко выступают. И, конечно же, ношение без чехла сотрет со временем вот эту поверхность. Потому чехол, конечно же, лучше носить. Но вот этот чехол мне нравится. Полностью минималистичный. И в то же время защищает телефон. Итак, вообще, что касается комплектации. Конечно же, мы поставим телефону огромный плюс. Потому что все есть в комплекте. Ничего дополнительного покупать не нужно. Плюс быстрая зарядка тоже есть. Касательно эргономики. То телефон тоже очень удобно лежит в руке. Он по весу имеет около 300 грамм. Телефон в руке не скользит. В общем, держать его удобно. По дизайну абсолютно ничего лишнего нет. Тут тоже ставим огромный плюс. Значит, по камерам. Передняя фронтальная камера на 32 мегапикселя. Задняя основная камера на 50 мегапикселей. Плюс 2 мегапикселя широкоугольные. И 0,3 мегапикселя для макросъемки и ближних эффектов. Ну и плюс вспышка. В общем, кому интересно, конечно же, мы посмотрим, как она снимает. Что касательно железа, который отвечает за производительность. Давайте посмотрим. Смотрите, у нас в середине встроенный процессор Mediatek Helio G99. То есть, 8-миядерный процессор. Из них 6 ядер ARM Cortex-A55 2000 мегерц. И 2 ядра ARM Cortex-A76 2,2 мегерца. Технологический процесс 6 нанометров. В общем, процессор не самый новый. 2022 года. Но его вполне хватает для абсолютно любых задач. То есть, телефон не будет лагать, не будет тормозить. И плюс можно играться в игрушки на самых максимальных характеристиках. Дальше за графику у нас отвечает видеоускоритель Mali-G57. Тоже хороший вариант. Есть, конечно же, и поновее, и получше. Но, чтобы вы понимали, у нас сейчас в руке не флагманская модель телефона. И в этой ценовой политике это просто офигенное решение. Разрешение экрана 1080 на 2412. Малость телефонов, кто может похвастаться таким разрешением. То есть, картинка у вас будет реально как живая. Что касается экрана, то кроме того, что здесь боковые рамки практически отсутствуют. Сам дисплей просто шикарен. По передаче цвета, там, белый, красный, желтый и тому подобное. Передает визуально картинку так, как нужно. Диагональ экрана 6,7 дюймов. То есть, не маленькая. Можно смотреть спокойно фильмы, сериалы себе в удовольствии. 394 dpi. Это плотность пикселей. Никаких квадратиков. Даже если вы будете приближать, сильно приближать, вы просто не заметите. Ну и, конечно же, плавность работы. Смотрите, частота обновления 120 герц. То есть, спокойно телефон будет работать, перелистывать. Все очень плавно. Ну и плюс те, кто играют в какие-то мощные игрушки, где поддерживается 120 герц. Те будут, конечно же, довольны. Телефон имеет Bluetooth 5.3. Также имеет модуль NFC для бесконтактной оплаты. Можете включить. То есть, все это есть. Телефон напичканный всеми нужными функциями, который должен обладать современный смартфон. Что касательно оперативной памяти. Смотрите, написано 8 гигабайт. Вот, вам нужно изначально после запуска телефона найти стандартные настройки. Вот, заходите. И здесь ищите у себя RAM Expression. Вот, заходите. И по умолчанию у вас будет стоять 8 гигабайт. То есть, 8 плюс 8. Я уже у себя это переставил. То есть, выставляем 16. Делаем рестарт. То есть, перезагрузку. И у нас будем 8 плюс 16. То есть, 24, как заявлено на упаковке. По автономности работы. Батарея у нас 5150 мАч. Этого вполне будет хватать на 2 дня работы в стандартном режиме. Понятно, если вы будете телефон с утра до вечера нагружать играми, просмотром фильмов, либо что-то еще. То его будет хватать примерно на сутки. Но это, в принципе, вполне хорошие показатели. Потому, здесь батарея, скажем, и не маленькая, но и не большая. Понятное дело, есть режимы энергосбережения. Все как обычно. Если хотите, вы можете использовать. И при этом батарея будет уже держать и двое, и трое суток без проблем. По всем остальным настройкам, в принципе, они все схожие. Так, как и у других телефонов. Здесь установлены Android 14. То есть, в хранилище мы видим, что у нас 256 гигабайт. Ну, и здесь то, что у нас занято. Здесь все расписано. Экран у нас сделанный по технологии AMOLED. Потому, картинка, конечно же, передается очень четко. И изображения реально просто шикарные. В настройках экрана также есть функция Screen Refresh Rate. Вот, я ее тоже уже выставил так, как мне нужно. То есть, я поставил постоянно 120 Гц. Хотя, изначально стоит автоматический режим. Вот таким образом. Но тут уже, смотрите, самостоятельно. Вот, когда вы только купите этот телефон, будете знать, что вручную можно это переставить. И, кстати, есть промежуток. Вот, смотрите, 60 Гц и 90 Гц можно еще поставить. Понятно, на 120 Гц батарея будет разряжаться быстрее. Но, все-таки, будет очень приятно пользоваться абсолютно во всех меню. То есть, все будет плавно перелистываться. В общем, нужно только попробовать. Если вас не смущает более быстрый разряд батареи, то вы можете наслаждаться 120 Гц без всякого переключения. Также, для тех, кто гонится за еще визуальными эффектами, вот еще присутствует Always On Display. Его можно активировать. Вот таким образом. И, когда вы блокируете телефон, вот, видите, допустим, время видно. Ну, тоже можно это все настроить. Из еще вопросов, которые могут появиться, вот, когда вы только распакуете телефон, у вас будет только работа по экрану с помощью жестов. То есть, вот этих кнопок не будет. Те, кто привыкли к кнопкам, вот, как у меня сейчас выставлено, это я уже сам самостоятельно их выставил. А так нужно было свайп делать. Ну, мне, допустим, это не очень удобно. Я привык, чтобы в меню была постоянно кнопка назад, кнопка домой, ну и тому подобное. Как это сразу же выставить? Вам нужно зайти в настройки. Вот мы находимся в настройках. И нажать на система. Здесь у нас заходим в жесты. И, смотрите, вот, режим навигации. Навигация с помощью трех кнопок. То есть, вам нужно переставить. Вот, у вас будет навигация жестами стоять. Вам нужно поставить навигацию с помощью трех кнопок. И потом у вас появится вот нижнее меню, где у нас находятся кнопки. Итак, что касательно камеры. Вот у нас камера. Смотрим. У нас есть переключение на 50 мегапикселей. Вот таким образом. В настройках у нас все выставлено уже. По умолчанию здесь выставляется разрешение. Вот, если мы зайдем на обычное изображение, зайдем в настройки. И здесь у нас выставлено размер изображения. И здесь вы выставляете, насколько вы будете фотографировать. То есть, по умолчанию будет фотография на 16 мегапикселей. Ну, если мы будем использовать какие-то стандартные режимы. В остальных режимах, вот, у нас есть 50 мегапикселей. Что касательно фотографии, давайте сделаем парочку, чтобы посмотреть, как у нас читабельность. Ну, сейчас делаем на 50 мегапикселей. Вот, цветопередача, как я вижу, просто шикарная. Вот, смотрите, уближаем. Ну, 50 мегапикселей модуль. Ну, и сам экран. Ну, смотрите, ну, просто супер. Ну, понятное дело, это при хорошем освещении. Если, конечно, будет темно, то будет по-любому что-то смытое. Давайте еще раз сфотографируем. Посмотрим. Ну, в общем, фотографии мне очень нравятся. Если, допустим, в обычном изображении, тоже фотографируем. 16 мегапикселей. Ну, тоже отлично. В принципе, разницы практически нету. Хотя там модуль на 50. Касательно видео, то максимальное видеоразрешение идет у нас в 2К. То есть, если мы, опять же, зайдем в настройки, то мы увидим, что качество видео вот выставляется сейчас в Full HD, но можно в разрешении 2К. То есть, 4К у нас нету, но, в принципе, даже Full HD вполне себе приемлемо. И вы будете очень довольны качеством. Смотрите, вот. Давайте потрясем, есть ли стабилизация. Запускаем наш видеоролик. Ну, как вы видите, стабилизация есть. При том, что я трясу, то все равно она глушится. Стандартные хорошие камеры. И для съемки, для фотографий вполне их достаточно. Давайте запустим пару игрушек. Посмотрим, как у нас идут игрушки. Все игрушки увесистые. Весят 3-4 гигабайта в распакованном виде. Ну, и, понятное дело, играть на простых каких-то телефонах. Это будут постоянно какие-то микролаги. Или же будут очень жесткие тормоза. Здесь телефон, конечно же, не топовый. Процессор не самый топ. Но, как вы видите, он хорошо справляется. Плюс оперативной памяти вполне достаточно. Плюс есть расширения дополнительные. В общем, играть очень комфортно. При максимальных характеристиках, при максимальном обновлении 120 Гц, как вы видите, картинка просто шикарная. Никаких тормозов, лагов я не замечаю. Ну, и телефон не греется. Понятное дело, если вы там час-два поиграете, то в любом случае нагрев какой-то будет. Но я вот тестировал. Через час игры, да, он встает немножко теплый. Но это, в принципе, отличные показатели. Он прям там не перегревается, так как бывает в некоторых бюджетных версиях. Давайте попробуем еще в что-то поиграть. Вот у нас Asphalt 9 игра. На бюджетниках, конечно же, она притормаживает. Но смотрим, что процессор у нас вполне справляется. Видеоускоритель хорошо работает. Ну и даже когда какие-то эффекты, там столкновения и тому подобное, никаких микролагов не присутствует. То есть картинка просто шикарная. Можно играться в свое удовольствие. В общем, оперативной памяти вполне достаточно. И процессор хорошо себя показывает. Можно играться в игрушки на максимальных характеристиках и ни о чем, в принципе, не переживать. Хотя телефон, конечно же, не игровой, но вполне справляется с поставленными задачами. Давайте поиграем в что-то еще. Shooter Call of Duty. Тоже максимальная графика. Как вы видите, ничего не тормозит. Можно спокойно играть. Качество картинки, конечно же, на высшем уровне. Никаких лагов и тормозов я не замечаю. Просто играть одно удовольствие. Давайте что-то еще, в принципе, попробуем. Итак, смотрим. Тоже один из шутеров. Кстати, игра идет через онлайн. Соединение по Wi-Fi 100 мегабит. Тоже качество картинки радует. Ну, тормозов тоже, лагов никаких не присутствует. Это онлайн игра. И телефон, конечно же, с легкостью справляется. Конечно же, телефон мне однозначно понравился. Рекомендую к покупке. Все ссылочки на проверенных продавцов я оставлю в описании к этому ролику. За относительно небольшие деньги мы получаем классный дизайн, хорошую производительность, неплохую камеру, отличную автономность. В общем, телефон получился топчик за свои деньги. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями.